О, голубяки мои, Христос воскрес! Ну, голуби мои, это внутри сколько, там наружу еще есть. А здесь что сейчас надо? Вот они сидят в гнезде два. Тот самый махонький, насколько меньше. Че спрятался, ты тебе еще не достанешь, садись. Видать, тот его заминает. Вот у нас же такая разница большая. О, надулся один. Так, че тут у нас? А тут один. А тут два на вылете. Ну-ка, мои хорошенькие, подождите. Ой, 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 да надулися. Во, два кузанчика лежат. Так, это сколько у меня? Два, да два, четыре. Четыре, пять. Дальше два, шесть, семь. Вот один и сидит. Восемь. Восемь. А тут? А тут два или... Че тут такое? Восемь. Там еще один есть. Три. Восемь. А больше бывает два. Три, одиннадцать. Ну, все одиннадцать. Да у меня тут сколько-то их тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, наверное, одиннадцать. А что, 22? Еще тут пшеница. О, пшеница. Вот, сейчас я им семечек дам. Они очень любят семечки. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Гули, гули, мои гули. Вот они где. Ой, гули, мои гули. Вот он маленький сидит, недавно вылез. Вот оно, что такое. А тут отходы выходят. Это Андрюша мне понавез пшеницы, при том чистой пшеницы. Сколько мешков-то? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ой-ой-ой. Голуби жоркая, птица. Ох, это я пришел тут, сказали, поймать какую-то. Вот тут, три капкана. Пойду ловить, за этим и пришел сюда. Вот. Я, как муха, сверху гляжу с крыши тут. Там Андрей еще-то обихаживает, дарил. Это Елена. Это с крыши, там машины стоят. Видите, как живем красиво. Вот. Бараган старается. Нору роет. Дурачок такой. Чемпион России. Своё дело знает. Вот. А Володя, я так сказать, привел какого-то, какое-то название такое, не слыхал даже. Страшный такой, злой, говорит. Пройди туда. Что они там делают? Есть там начальник или нет? Так, Андрюша, дальше можно не брать. Это оставьте то. Это, Надя, не надо трогать ее, пусть она растет. Вот только мне вот это вот, вот на такое расстояние все собрать. И мусор, который оттуда выскрести. А это пусть растет. А это лечебное. Никого нет, а то можно было через забор передать. Его не трогать, пускай он остается на этом расстоянии. Хорошо утолките, утопщи ногами. Вот иду я здесь. Там двое работают, трое. Здесь двое. И там двое. Сколько нас здесь? Сегодня. Два, два. Два, двадцать. Восемь человек. Это, Ирина, не надо выгребать камни, на место загреби их. На место загреби их сюда. Я хотела вон туда их насыпать. В ямку. Ну в ямку утащить, это выгребайте. Оно слабенько все тут. А тут ямка образуется, все дальше пойдет, видишь? Оно стоит, оно придавливается и все. Оно место просто загребит. Смотри дальше-то, оно трогать-то кого. Тут ни асфальта, ни чего. Но хорошо стоит, грязи нет. Надо приноравливаться к обстановке. Мы асфальтировать не будем. Но это у нас ни ума, ни денег. Побейте к Сереже. Там он какую-то нору нашел, прям под дом, огромная вот такая. Сходите, может капкан поставить надо? Да, там кто-то есть. Он сейчас вам покажет. Как же так? Но нору это... Разве можно нору держать? Там холод идет через нее. Триноград. Посадили мало зеленого, черного больше. И никто не знает зачем. Вино не делают. Что тут нашли? Нора, говорит, огромная такая. Где она, огромная нора? Ну, это что-то такое. Есть крысы. Это можем мы поставить капкан. Это не барсук, никто. Это мелочь какая-то. Тут два капкана поставить, как раз залезет. Это я сегодня сделал. У меня капканы есть. Вот это отсюда, вот это забери. Подожди. Ты далеко зачем туда? Трудно брать будет. Теперь оттуда надо наоборот. А отсюда уже в ванну. Сказали же здесь оставляем. Я сказал не оставлять. Уже после меня уже другое указание. Вот такое, как на крыше будет. Вот это. Нам это зачем? Это все горючий материал. Вот это прогреби сюда. Дальше не трогать, сказал. Я сказал в эту сторону. Ровно в противоположном начинает делать. А между ними, вот смотри. Прямо через цветы прогреби, чтобы убрать этот горючий материал. Листья. И здесь точно так же. Сухие вырезать. Сережа, глянь-ка. Сергей. Вот это вот сушняк весь вырезать надо будет. Выломать или как? Ну, он пройти не дает. Так, вот и все. Понедельник. 11 мая. А тут у меня вараганчик. Вот тут дерет. Вот. Обязательно сюда руку надо сунуть. И смотреть, что цифры текут. Идут цифры вверху? Да, да, идут. Все, теперь всех снимаем. Что еще сделаем? Потом подойдешь сюда. Вот нашли там нору. Нора большая. Как ее? Ну, а вот три капкана сразу. Полчаса не прошло, уже готовые. Вот капкан, проволока и сюда. Ну, это маленькие. А когда большие, у меня волщи были. Так там два мужика надо. А один мужик сам попал. Волщий капкан-то. А он на две дуги. И ничего не мог сделать. Он ногу отрезал. Сколько там? Тогда до дома добрался. Вот оно. Видишь? Если такая светлая нажать, она идет. Вот этого дела. Добыча наша. Вот один раз я взял, вижу. Что-то там кто-то роет у меня. Я взял и поставил. Нет, я тебе дал. Нельзя это передавать без разрешения. Нельзя. Я поставил там. А рядом такой, это, из картона ящичек. И ночью туда полез хорек. А он очень подвижен. Он как попался, залез голубям-то. Он эту коробку древески разнес, а голуби остались целые. Вот так. Ты можешь со мной пройти. Они пусть делают здесь. Пошли. Глазами поворачиваешь, чтобы тебе видно было. Положи ты куда, где они лежат. Ну вот туда, положи-ка раз. Сюда дальше отгреби. Сюда даже близко не подходи. Не торчитесь никак. Иначе, ну, просто нехорошо будет. А кто обнаружил эту нору? Она сверху была видна или под листьями? Видна. Не знаешь. Ну раз не знаешь, значит... Видна, видна, говорит. Видна была? Да. Ну, значит, тогда она живая. А если она была под листьями, значит, уже она была не рабочая. Ну вот теперь будем. Мы не знаем, кто это. Но нора вполне достаточно, чтобы крыса была эта. А крыса, это нам она не нужна. Там у нас картошка хранится. Она ее картошку там и ест, и грызет. Вот так. Вот волчий капкан на две стороны. У него дужка, примерно, вот такой величины. И мужик поставил, стал проверять, она на ноге захлопнулась. Я считал. Мороз, и он еще не придумал, как отрезать ногу. Иначе вон один, нигде никого нету. Это очень редковое дело. Так. Ага. Теперь вторую заложим. Я с детства возился с ними. Один день я поймал сразу 70 сусликов. Все надо ободрать было, просушить. И за 20 километров отвезти шарщина. За год жжет сырье. Если первым сортом 6 копеек. А уже первым-то сортом он не примет ее. Ему надо тоже что-то было. Кто там работает-то. Тебе видно, нет? Угу. Посмотри. Поставлю три капкана, в всякий случай. Нора большая. Конечно. Это не кошка. Я другое считал. Дачу у него, на даче там хулиганят. Он поставил их, щурки приковал. Приходит, нету. А он до соседнего дома тащил. А потом все-таки с сапогом содрал. Сапог один с капками остался. Вот как. Я считал, про одного он был подрывником. Сапер. Так он... Который раз машину у него там это... То ли уводят, то ли еще. Не знаю. И он везде все зарядил. Ну и там кто-то наводку сделал на его. Милиция стала убирать. Они же не знают и подорвалась. Дальше стало делать. Второй взрыв последовал. Они не знают саперов вызывать. Мне кажется, две стрелки было. Кто-то то ли погиб, то ли еще. Не знаю даже. Но в всяком случае он посумел за себя постоять. С людьми надо разговаривать. По-хорошему. Вот стали отсоединять. А для Кришна-то нечего платить. Он пенсионер. Он говорит, не дают пенсию-то. Ну было это. Лихие 90-е, как называют. Но... Но никто не слушает его. Один мужик... Я сказал, не лазь, слезь оттуда со столба. Он еще не отсоединил ничего. Мужик вышел с ружья его. Сразу убил. И он на когтях на этих повис. Ну и приехали пока взяли. Что, правильно взял? Конечно, неправильно. Но, однако, надо же учитывать. Видите, они все недавно показали. В Северной Осетии. Вот этот домашний арест устроен. Самая изоляция. Он говорит, я себя не изолировал. И он там сидит и говорит. Вы маленько-то смотрите, кто перед вами. Это другой менталитет. У нас у каждого ружья, автоматы, все есть. С чем мы придем на следующий? Вы маленько-то думаете. Уже о России убите. То есть люди по государственному мыслят. Но нельзя так. Вот под одну гребенку. Есть ветераны и прочее. А мне сказали. Да мальчику сказали. А то уйди отсюда. Не выполняй дурные приказы. Не здесь же так это. Ты же отвечаешь сам за свои поступки. Вот теперь я могу здесь даже закрыть маленько. Сережа, очень прошу, не подходи сюда близко даже. Мне надо сказать, видимо, что ничего тут не было. Ты понял? Угу. Вот он теперь вот эту дырку туда и нырнет. Ну это небольшой зверь. А вот барсуки, там бобры, когда портят. Барсук нет. Самый из них вредный, наверное, этот бобер. У нас появились бобры, никогда не было. Но я ребят послал, я вам любит отстилку, молодую отстилку стилели. И мы туда принесли. За ними ухаживаю. Они как начали сплотину портить. Я не рад нищему. Я пошел здесь. Ростопред какой-то. Охот-союз. Я говорю, придите, спасите нас. Никто не приехал. Сплотина. Я за них заплатил там почти полтора миллиона. Плотины восстановил. Привези туда-сюда 50 тысяч. Уже не игрушка. Это бульдозер привезти на платформе. Еще милиция сопровождает. За всех платить надо. А вон прогрыз. Вода поднялась, прорвала. Все, пропала плотина. Ужасно просто. Не знаю, что делать. Пошли. Попала туда-сюда. Попала туда-сюда. Пропусти-ка наш, дорогой брат. Сейчас сюда ему поднеси. Давай сюда. Сейчас поднеси. Туда ему набирай и увози. И вот это вот все. Проскребите только. Все. Весь мусор убрать. Осенью не убирали. Вот виноград поднятый уже. Почти есть. Ну, брат ты мой, тут все делается. Без меня никто не уезжайте. Если я где-то в стороне буду. Мы помолимся вместе. Просимся. Слышите, нет? Они слышат? Да. Сергей Павлович, мимо его провести. Можешь того, чтобы посмотрели друг на друга? Не надо. Так, все. Капканы стоят. Туда не подходить теперь. Все заряжено. Так, Андрюша, ты бери эту. Отвози. Здесь еще не надо трогать. Вот чуть-чуть, чтобы машины ставить. Ну, ладно, подбей туда, в самый конец. Только не порвите руки, тут гвоздей много. Вот как она кладет, так аккуратно сюда. А ты туда тащи сейчас. Вернее, я сейчас сам пойду. Сейчас он вынесет. Мы долечем, а так его нанесет. Да можно туда все скатить, чтобы машина была. Правильно, правильно. И щурки туда скати, пока там не заставили. Дрова, 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 дрова. Только там не заставляй, где твои ноги найдешь. А туда эти щурки скатите. Ноги на машину могут скатиться, правильно? И у вас там действительно места больше будет. Ну, я пойду, повезу этот тазик в ванну, вернее. Все, поехали.